Ни шагу назад. За Волгой нет земли. С этими словами на устах советские бойцы сдерживали армию немецкого генерала Паулюса. Всего 10 дней военачальник собирался потратить на взятие Сталинграда. Однако солдаты Третьего рейха застряли на берегу Волги на 200 дней, после которых были вынуждены отступить. Несмотря на то, что защитники города-героя почти в два раза уступали противнику в количестве танков, самолетов и артиллерии. Брать врага приходилось смелостью и отвагой. Мы должны помнить не для того, чтобы постоянно чтить, вспоминать и говорить с придыханием, а в первую очередь для того, чтобы не повторить тех исторических ошибок. И, к счастью, в нашем государстве это понимают. И поэтому мы должны в качестве преемственности поколений, конечно, эти знания передавать. 817 тысяч человек, почти две тысячи самолетов и около 1100 танков сражались на Сталинградском поле боя с обеих сторон баррикад и окопов. Советские бойцы шли вперед, чтобы отбить у врага каждый метр своей земли. Немцы же напирали всей своей мощью, чтобы пройти за Волгу. Те редкие улицы, которые удавалось захватить, означали тысячи немецких жизней ежедневно. СССР тогда спасла только отвага солдат, которые бесстрашно шли вперед, делали засады, сбивали немецкую авиацию и бомбили вражеские позиции с помощью фанерных кукурузников. Нам очень удобно на такой было машине. Почему немцы боялись и называли ночные ведьмы? Потому что мы отключим. Сделаешь поворот, летишь, тебя никто не услышит. Никто. А бомб накидаем. Кроме полетов с бомбами на кукурузнике, Раиса Андронова была прожектористкой в составе зенитной бригады. На слух ей приходилось отыскивать вражеский самолет в ночном небе, затем подсвечивать его ярким лучом мощного прожектора. После к делу подключались зенитчики. По хорошо подсвеченной авиации они сбивали вражеские истребители из орудий. А когда самолет летит, его ослепляется летчик. И нужно бить не прямо, а чуть бить выше. Вот у меня было 9 сбитых девчонками самолетов и считалось это всем прожектористам. За время войны Раиса Исаковна сменила немало профессий. Ей приходилось быть и бомбардировщиком, и прожектористом, и зенитчиком. Однако не только она пересаживалась с одного орудия на другое. Советский солдат боролся за свою страну всеми силами, без отдыха, с автоматом в руках, перебегая от фюзеляжа самолета к башне танка. Оттуда за гаубицу, а затем вперед. На врага Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.